всем привет добро пожаловать на мой канал меня зовут василя в данном мастер-классе мы свяжем вот такую вот корзинку в форме цветочков или еще называют форме звездочек данный узор научимся обвязывать донышко деревянное и делать прибавки для вязания нам потребуется донышко деревянное 15 сантиметров крючок номер пять для обвязки донышко крючок должен свободно проходить в данное отверстие и крючок номер 7 уже для основного узора и я использовала трикотажную пряжу такую вот пряжа у меня от фирмы biscuit ссылку на магазин я оставлю в описании здесь в моточках идет по 100 метров ширина нити 7 миллиметров корзинка у нас получилось по донышку 16 сантиметров и высоту 9 сантиметров для начала мы обвяжем отверстие донышки для этого оставляем вот такой вот кончик 10-15 сантиметров заводим крючок в отверстие вытянули петельку кончик оставляем захватываем рабочую нить для этого заводим крючок в следующее отверстие захватили ниточку и провязываем через петлю далее в следующее отверстие провязали и так провязываем все отверстия осталось последнее отверстие сюда вводим крючок и захватываем ниточку которую мы оставляли провязываем через петельку и полностью ее вытягиваем далее крючок заводим вот сюда вот под косичку захватываем кончик и заводим в предыдущую косичку вот сюда в центр таким образом мы завершили обвязку отверстий для своего донышка 15 сантиметров я делаю 6 прибавок у меня в донышке 34 отверстия плюс 6 прибавок получается 40 петель нам необходимо четное количество петель вашем донышке может быть другое количество отверстий допустим 35 тогда вы делаете 5 либо 7 прибавок их располагаете так чтобы между прибавками было приблизительно одинаковое расстояние у меня допустим прибавки идут через пять и через четыре столбика находим отверстие где у нас выходит вот эта вот ниточка сюда заводим крючок захватываем рабочую нить вытягиваем петельку и провязываем столбик далее вводим крючок в это же отверстие и провязываем второй столбик так я провязала прибавку далее в последующие пять отверстий я провязываю по одному столбику вот я провязала пять столбиков далее вводим крючок в это же отверстие и провязываем следующее отверстие мы провязываем два столбика делаем прибавку 1 и в это же отверстие 2 далее снова в последующие пять отверстий я провязываю по одному столбику провязала пять столбиков далее делаем прибавку далее в последующие четыре уже я провязываю по одному столбику 4 столбика и прибавка далее у меня идет пять столбиков прибавка снова пять столбиков прибавка и в конце останется 4 столбика и так довязываем до конца здесь делаем соединение делаем соединение вытягиваем петельку заводим крючок вот сюда вот под косичку с обратной стороны вытягиваем и заводим крючок вот сюда вот с этой стороны крючок заводим под перемычку накидываем петельку на крючок и рабочей нитью затягиваем вытягиваем петельку и провязываем это у нас будет первый столбик далее весь первый ряд мы будем провязывать столбиками без накида заводим крючок вот сюда захватывая верхнюю дужку и под перемычку вытягиваем и провязываем столбик далее в следующую точно так же делаем соединение первого ряда крючок уже можно поменять на номер 7 вытягиваем петельку заводим крючок вот сюда вот вытянули петлю и крючок заводим между столбиками накидываем петельку на крючок и затягиваем вытягиваем петельку и провязываем далее делаем еще одну воздушную петлю и будем вязать основной узор для этого у нас пряжа должна лежать бороздкой кверху вот таким образом делаем накид на крючок заводим крючок вот сюда же между столбиками где мы провязывали и делали соединение первого ряда вот сюда же заводим крючок вытягиваем снова делаем накид на крючок вводим крючок сюда же и выводим петлю второй раз это у нас первый пышный столбик мы всегда будем провязывать вытягивая по две петли далее делаем снова накид на крючок пропускаем одну петлю следующую вводим крючок вытягиваем одну петельку накид снова сюда же и вторую вот иногда может ниточка выйти не лицевой стороной и и поправляем руками далее вот эти все петельки на крючке мы провязываем провязали подтягиваем рабочей нитью и провязываем далее снова делаем одну воздушную петлю теперь крючок будем вводить вот сюда вот получается вот у нас два пышных столбика сверху них находится вот такое вот отверстие вот сюда вы будем вводить крючок делаем накид на крючок вводим данное отверстие вытягиваем петельку снова накид и второй раз далее снова делаем накид и уже вводим крючок вот сюда вот вот у нас первый пышный столбик второй вот где мы провязывали второй здесь также вытягиваем две петли первую делаем снова накид на крючок и сюда же вводим крючок и протягиваем вторую далее делаем накид на крючок пропускаем одну петельку следующую вставляем крючок и так же провязываем вытягиваем две петли первую и вторую и вот эти все петельки на крючке мы должны провязать таким образом вытянули петлю подтягиваем рабочую нить и провязываем далее снова делаем одну воздушную петлю и у нас повторяется мы сейчас провяжем вот сюда вот две петельки затем в основании этого столбика пышного далее пропустим и провяжем вот сюда через одну петлю и потом все три вместе мы провязываем сделали одну воздушную петлю накид и провязываем и потом все три вместе с вами и и и вот таким образом мы провязываем по три лепесточка далее все точно так же делаем одну воздушную петлю не забываем всегда делать накид на крючок и ниточка должна лежать бороздкой кверху и вытягиваем всегда по две петли первую накид и вторую снова накид накид и вторую петлю снова накид пропускаем следующую вытянули первую накид и вторую вот все три лепесточка провязываем вместе и так довязываем до конца в конце у меня осталась последняя петля также провязываем сейчас три лепесточка эту петельку пропускаем и самый последний третий лепесток провязываем в основание лепестка самого первого вот этого сюда и 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 делаем воздушную петлю накид вытягиваем одну петельку накид вторую провязываем все эти петельки соединяем вот сюда вот заводим крючок вытягиваем и делаем соединительную петельку далее делаем одну воздушную петлю таким образом у нас получился первый ряд цветочков далее провязываем еще один ряд лепесточков мы их будем провязывать сюда вот сюда вот вот эти петельки будем провязывать также делаем накид заводим сюда же крючок тягиваем одну петлю накид вторую накид следующую также вытягиваем две петли вот у нас два лепесточка мы их провязываем вместе соединяем далее снова делаем одну воздушную петлю и теперь провязываем снова два лепесточка один сюда и второй сюда вот три лепесточка мы уже не провязываем то есть сюда мы уже лепесток не вяжем делаем накид и вытягиваем две петли следующую снова воздушная петля и далее продолжаем вязать также по два лепесточка заканчиваю ряд самый последний лепесточек мы провязываем вот сюда в основании первого лепесточка вот я провязала один лепесточек сюда и и и и и и и и делаем воздушную петлю вытягиваем петельку и заводим вот сюда вытянули заводим крючок вот сюда вот это отверстие накидываем петельку на крючок затягиваем вытягиваем петельку и провязываем столбик далее по краю будем провязывать столбики без накида в каждое отверстие по одному вот сюда здесь у нас будет столбик сюда и провязываем так до конца довязали ряд делаем соединение заводим вот сюда вот вытягиваем петельку и провязываем соединительный столбик далее в следующую петлю и так по краю соединительными столбиками провязываем весь край корзиночка наша готова если остались какие-то вопросы пишите в комментариях надеюсь вам все было понятно смотрите другие мои мастер-классы